я вам расскажу сначала о себе я была переводчика на предыдущем юти кемпе 2016 году я представляла свой переводческий проект но с того момента я уже стала программистом работала в data science и я вернулась в переводческую индустрию но теперь я основала собственную компанию и мы работаем для того чтобы создавать персонализированное решение для наших клиентов мы разрабатываем плагины также работаем с обработкой природного языка и вычислительной лингвистика и так далее и поэтому я думала о технологиях и о том как они связаны с переводом много думал о том вот и вот о чем как переводчик какой алгоритм какие технологии помогут мне переводить лучше и я помню что я работала когда переводчиком то мой самая любимая технология в переводе было собственно сопоставление памяти перевода если у вас уже есть что-то подобное переведено то вам просто показывается перевод вам не нужно об этом переживать и с точки зрения куча лингвистики этот алгоритм очень легкий фактически берется две строки там не используется никакого машинного обучения просто две строки смотрят на то находятся ли в тем же те же символы на тех же позициях если они все одинаковые то тогда расстояние равно нулю но в любом тогда вы получите стопроцентное совпадение я думала вот еще чем как что мы можем сделать с этой концепцией чтобы облегчить переводчиком и сделать более эффективно их работу возможно можно поработать синонимами с антонимами можно брать какие-то разные фразы из разных места в любом случае использовать память перевода чтобы помогать переводчику я еще что смешно заметила каждый раз когда об этом думала в итоге у меня придумывалось какой-то статистический машинный перевод потому что что делает эта система сопоставляет фразы и слова переводах а затем небольшой алгоритм машинного обучения который сопоставляет эти фразы согласно языку и я поняла тогда одну очень важную вещь что будущее переводческого бизнеса это нейронный машинный перевод потому что он всегда лучше чем статистический машинный перевод и как бы я не пыталась применять технологию переводу я всегда дохожу именно до машины перевода мне это немного удивило потому что когда я была переводчика мне вообще не нравилось постредактирование это не экономило время мне приходилось переписывать все предложения сначала это было всегда неприятно итак я замечаю очень много комментариев от других переводчиков которые говорят ну когда-то я получал 15 центов слова теперь мне предлагают 3 центов слова потому что это постредактура и это не единственный случай все об этом говорят но на самом то деле похоже что переводчики зарабатывают меньше и меньше я думаю что это хорошо это означает что мир становится международным и у нас все больше и больше контента переводится но не все microsoft или google не у всех есть деньги чтобы платить вам 15 центов слова именно поэтому ставки снижаются просто у нас сейчас больше работы и я еще думала вот о чем как мы можем улучшить наши нейронный машинный перевод для переводчиков и я расскажу сегодня четырех аспектах во-первых алгоритм машинного обучения нужно много данных поэтому нужно добавлять больше данных для нейронно-машиноперевода мы также можем адаптировать к нашему стилю в нашей отрасли в которой мы переводим я об этом поговорю мы также должны постоянно обновлять наши движки нейронно-машинного перевода и последнее самое противоречивое нужно как-то сместить способы собственности на данные итак теперь поговорим о том как процесс перевода воспринимается в дата сайенсе и я предоставлю вам такой пример это передача информации модель которая была создана шенноном шеннон это создатели информационной теории он сказал вот что если вы хотите передавать информацию между двумя компьютерами допустим сначала нужно взять сам информацию нужно кодировать чтобы передатчик здесь передатчик получается кодирует потом отправляет через какой-то канал и получатель получает ее и расшифровывает на основе той системы которая используется то есть компьютер шифрует и второй расшифровывает я шифрую информацию слова я отправляю и расшифровываете мои слова в ту информацию себя в голове но что круто еще в теории информации когда информация проходит через этот тунель всегда есть какой-то шум если это только компьютер просто по законам физики получатель не получит то сообщение которое будет на сто процентов такое как то что было отправлено ну и уже в коммуникации вы тоже на сто процентов не поймете то что я говорю потому что ваш мозг отличается от моего ну и в машинном переводе почему нам и нужна пост редактура потому что переведенная строка никогда не будет точно такой как собственно было намерение и сейчас мы смотрим на нейронного машинного перевода это моя любимая иллюстрация того как работает нейронный машинный перевод и вообще-то это видео играет итак как мы смотрим на нейронный машинный перевод в data science у нас есть шифровальщик и этот шифровальщик это это языковая модель для исходного языка у нас еще расшифровки до модель для целевого языка языка перевода и у нас есть связь у нас есть канал передачи который соединяет эти две модели исходного языка языка перевода теперь я вам должна коротко объяснить что такое языковая модель data science и машинном обучении и для этого я использую вот эту схему это семантическая модель она проще чем языковая модель она построена инструментом который называется word to vec он конвертирует слова в вектор то есть чтобы компьютеры могли понимать слома и делает он это вы просто им подаете огромный корпус текстов созданных людьми он смотрит на все слова в этом тексте смотрит на контекст то есть допустим посмотрит на пять слов перед словом пять слов после слова и посмотрит на весь контекст в котором появляется определенное слово и занимается сложными математическими действиями которые сейчас не буду объяснять потому что времени у нас на это нет но в итоге у вас будет вектор и этот вектор будет представлять семантическое значение слова поэтому если возьмете векторы для каждого слова и нанесете их на карту вот так вот это у нас двухмерное пространство да даже трехмерное возможно здесь изображено то вы увидите слова которых и подобное семантическое значение информация будут расположены близко друг другу допустим здесь у нас есть допустим цифровое устройство компьютер apple они все связаны мы это не объясняли алгоритм он до этого сам додумался что у нас еще есть международный есть есть компания корпорация тоже рядом находится есть рак лечение и так далее но это только семантика языковая модель учится не только об на семантике а узнают и синтезическую информацию морфологическую все что находится в дискурсе вся информация которая зашифрована в языке и поэтому я не могу так представить языковую модель потому что она будет такой сложной что даже невозможно представить как она будет визуально выглядеть поэтому с точки зрения науки языковая модель то просто огромный файл в котором очень много цифр и эти цифры представляют отношения и расстояние между словами но визуально мы представляем эту языковую модель просто как такой чарный ящик представляем который расшифровывает и зашифровывает вот где-то так обычно это мы и делаем когда работаем зато сами мы говорим это просто что так делает и оно получается но для того чтобы создать что-то в этом роде что то что понимает язык на компьютерном уровне нам нужно очень много данных и нам нужно много качественных чистых данных я вам расскажу почему вот у меня есть пример немного некоторое время назад вот это это пример машинного перевода который был создан фейсбуком вот был парень который сделать себе татуировку и он где сделали используя машинный перевод машинный перевод на украинский и машинный перевод использовал сужик если вы не знаете что это такое я объясню что это такой смеет такая смесь русского и украинского языков и она используется например на фейсбуке для комиксов и он стал популярным благодаря таким смешным поста постам где смешан украинский русский язык но фейсбук берет украинские посты и он обучает с помощью этих постов языковую модель и он создал сужик потому что он обучался сужику да немножко передохнул и если мы хотим если мы хотим чтобы машинный перевод выдавал хороший язык мы должны обучать о хорошем языку качественному языку который был выверен вычитан и в дата в дата сайенс это достаточно редко а второе если мы хотим перевод чтобы перевод был точным и хорошим с учетом всех нюансов и представлял фактические семантические соотношения между двумя языками нам нужны данные на двух языках двуязычные данные выглядят вот так вот у нас например есть фраза обычно это приложили предложение созданная человеком и у нас есть то же самое перед предложение переведенное человеком на разные языки вот это двуязычные данные вот наша набор двуязычных данных он должен состоять примерно из миллиона И вот то, что мы делаем для создания движка машинного перевода. Вот такие данные очень сложно раздобыть в Data Science. То есть, когда кто-то делает академические исследования по машинному переводу, им приходится платить огромные деньги, чтобы раздобыть такие данные. Но существует память переводов, и вы работаете с ней каждый день. Если вы поставщик, то вы используете много хороших и дорогих данных, которыми можно поделиться. И для меня печально вот что. Один из фундаментальных элементов Data Science в том, что нам нужно огромное количество данных. Например, есть популярная статья о неразумном эффективности данных. И эта статья, в общем, техническая, она о языках в основном. И в ней говорится, язык сложен и немного непредсказуем. И мы разрабатывали все это, все эти сложные алгоритмы, которые используют много математики. Мы очень много думали над ними, но они как-то не очень хорошо работают. Но, оказывается, если взять более простой алгоритм и скормить им много данных, то он будет работать лучше, эффективнее, чем сложный алгоритм. То есть, если вы хотите достигнуть больше точности перевода, вам нужно помещать туда больше данных, в движок больше данных. И вот такое явление возникло. Это явление хранилищ данных, силосов данных. И этот термин используется в негативном значении. Он означает, что есть игроки, которые используют огромное количество данных. Есть субъекты рынка, которые все хотят получить один и тот же результат, одно и то же качество. Они все хотят, чтобы им получать одну и ту же помощь. И у них есть данные, но их недостаточно для хороших результатов. Они все обучены одному и тому же алгоритму. И вот у нас появляются четыре разных модели, и все они будут недостаточно эффективны. Если же вдруг их объединить, если это фрагментарность устранить, то немедленно результаты станут гораздо лучше. То есть, они фактически себе же мешают, для себя же в свои ворота голы забивают. И они не получают модель, которая им нужна. Я думаю, что мы должны найти способ как-то делиться нашими базами перевода, чтобы создавать хороший движок, который поможет нам лучше переводить. И да, есть юридические причины. Я уже устала говорить об этом. Мы как-то должны прыгнуть выше головы и найти способы. Второй момент, о котором я хотела поговорить. Машинный перевод – это настройка движков машинного перевода. Это то, что мы сейчас с моей командой разрабатываем. То есть, мы… Я не буду говорить об этом подробно, но вкратце… Так, мы берем обученный движок, то есть, файл, который уже содержит всю информацию о языке или о двух языках, потому что это машинный перевод. Можно распаковать его, можно взять меньшего объема комплекта данных, комплекса данных, чтобы создать меньшую память переводов. Или вы можете взять собственную базу переводов, если вы переводчик, и вы можете подключить ее к нейросети. И вы можете подключать меньшие объемы данных и настраивать движок под ваши личные данные. То есть, вы поможете движку учитывать вот эти вот маленькие объемы данных. И он будет работать на вашей стороне, он будет играть на стороне ваших формулировок. Он будет использовать именно то, что вы привыкли использовать, потому что это не настолько огромный комплект данных. И когда это будет сделано, на самом деле это уже делается. Но как только мы начнем использовать эти движки, все качество значительно повысится, потому что движок будет адаптирован к вам. Но это не решает фундаментальную проблему машинного перевода, которую я проиллюстрирую следующим слайдом. Может быть, вы помните этот твит? Да, пару лет назад Трамп решил что-то опубликовать в Твиттере, но что-то произошло, он не закончил предложение, и возникло вот это слово. Как вы думаете, оно произносится? Ну, какое-то кафе-фе. И эта фраза стала частью нашей поп-культуры, она стала мемом. Ее очень много используют, особенно когда они говорят о свободе речи, о свободе самовыражения. Я считаю, что это новое слово в английском языке. Я не знаю, какая это часть речи. Я не знаю, какое его определение, но мы используем это слово. И, например, оно существует в нашем языке или в английском языке уже два года. Но если я впечатаю его в мой айфон, то он его исправит на кофе или что-то в этом роде. То есть у нас есть устаревшие модели, языковые модели в наших технологических, в наших устройствах, которые до сих пор не знают это слово, которое создал Трамп. И очень важная тема, проблема языка как системы, это его синхронические и диахронические измерения. Если вы изучали лингвистику, вы знаете Фердинада Сассюра, и он первым предположил воспринимать язык как некое мистическое, мастическое, магическое явление, которое мы не понимаем, и с которым только писатели знают, как работать. Мы, может быть, должны воспринимать язык как систему, потому что у нас есть слова, у нас есть правила, и мы строим предложения по правилам, используя слова. То есть это система. Но он сказал, есть проблема, потому что мы можем изучать язык в синхроническом и диахроническом измерениях. Если мы измеряем его диахронически, то мы берем некий срез, и вот эти закорючки представляют собой язык, то есть вот это такой снимок, моментальный снимок мира в реальном времени. И вот у нас возникла такая синхронная, синхронизированная система языков, то есть срез языков в конкретный момент времени. Если мы изучаем язык синхронно, то у нас будет ограниченный вокабуляр. То есть в конкретный момент времени у нас есть некие слова, и они имеют некие значения. Но если мы посмотрим на язык диахронический, то есть на то, как он развивается во времени, то мы увидим, что его вокабуляр безграничен, потому что мы постоянно изобретаем новые слова, новые структуры, новые способы говорить, новые подходы к речи. Вы никогда не можете сесть и изобрести язык, он никогда не закончится. Как только уходит одно слово, появляется другой язык, все время меняется, и вот это его сложность. И в этом сложность машинного перевода, и поэтому машинный перевод никогда не украдет у нас работу, потому что как только прекращает обучаться машинный движок машинного перевода, так Трамп что-то публикует новое в Твиттере. И нам нужен движок, который будет постоянно переобучаться с учетом новых данных, которые производите вы, но поставщиками этих данных должны быть вы. Это должен быть хороший, качественный язык перевода, человеческий язык. То есть я создала некий воркфлоу будущего. Вот у меня есть этот термин, наш воркфлоу, наш рабочий процесс на сегодня выглядит линейным. Вот такой наш, так выглядит наш рабочий процесс с точки зрения инжиниринга. Мы получаем новый проект, мы вскармливаем его в память перевода, что-то, что не было переведено, может быть, или переведена машина, и мы отправляем переводчику, мы получаем работу, и мы обновляем наши базы перевода. Движок остается одним и тем же, но в какой-то момент этот движок перестает экономить вам деньги. Вы никогда не сможете получить из памяти переводов 100% полных идеальных мэчей, и в какой-то момент перестает помогать переводчику. Я предлагаю подсоединить все эти элементы в один круг. Каждый раз, когда мы получаем отредактированный человеком язык, мы обновляем память перевода и переобучаем движок, потому что мы получили новые данные. И затем, когда мы получаем новый проект, мы настраиваем движок с учетом этого переводчика и этого проекта. И затем мы переводим машиной новый исходный текст, и чем больше мы проходим по кругу, тем лучше становится движок. Я думаю, важное решение, которое нам нужно, заключается в том, что нам нужен некий рынок памяти переводов, когда мы торгуем данными друг с другом, и в центре этого рынка должен быть движок машинного перевода, который постоянно переобучается, потому что мы постоянно загружаем в него новые данные. Но в то же время он никогда не перестает переводить новый материал. Что же это означает с точки зрения инжиниринга? Я занималась переводом уже несколько лет, и я хочу сказать, что идея, которую я предлагаю, это такая вот новая идея, которая переведет интернет в эру Web 3.0, Web 2.0. И это значит, это эра, когда все наши данные будут храниться в распределенных хранилищах. Никогда не будет одного центрального хранилища, который получает все данные и все деньги. Мы будем решать, хотим ли мы, и владельцы которого принимают решение, продавать ли эти данные. В Web 2.0 все означает, что все основано на интернете. Я не использую практически никаких приложений, я практически все делаю в браузере. Пока перевод так не работает, должна быть совместимость приложений, API, которые отправляют друг другу информацию, которые еще не происходят в переводе. Все решения Web 2.0, которые у нас есть, ориентированы на руководство, но они не ориентированы на оптимизацию использования данных перевода. Проблема в том, что перевод еще даже не вошел полностью в эту эру Web 2.0, для того, чтобы перейти в Web 3.0. И большая проблема, серьезная проблема в индустриальных форматах. Это форматы X-Leave и TMX. Они очень информативны, но они больше не работают, они больше не нужны уже сейчас, тем более для будущего. И клиенты. У клиентов огромное количество данных, потому что, например, клиент занимался чем-то в течение пяти лет, у него огромные размеры, и вот они хранят файлы TMX, они огромные, но проблема с ними в том, что для того, чтобы прочесть даже одно предложение этого файла, я должна считать файл полностью, потому что компьютер иначе не поймет структуру файла. Соответственно, мой компьютер даже не может сохранить в памяти этот файл, потому что он такой большой. Мы сейчас заходим в эру больших данных в переводе, и вам нужно решение, чтобы с этими большими данными работать, потому что TMX уже для этого не годится. X-Leave точно так же. Он был создан для того, чтобы вы могли отправлять файлы туда и обратно. Создан был для того, чтобы все помещалось в один файл, но в Web 2.0 мы должны отправлять иногда и строки туда-назад, то есть мы должны хранить это все так, чтобы мы могли достать какую-то одну строку и отправить куда-то на веб-сервис. Но это невозможно сейчас, если вы используете файл X-Leave. Я думаю, что мы должны использовать JSON вместо X-Leave, но это достаточно такой инженерный вопрос. Ну и последнее. Машинный перевод пока не готов к производству, потому что все время, когда в производстве наши клиенты пытаются использовать машинный перевод, особенно Google Translate, он всегда разрушает внутренние теги и формат, потому что машинный перевод этого не видит. В переводчике видит, что это внутренние теги, его нужно добавить, но машинный перевод все равно, он думает, что это слово. Поэтому, когда он пытается построить какую-то синтаксическую структуру, он просто разрушает, он считает, что тег это слово, и поэтому мы даже не учли того, что, возможно, машинный перевод не работает таким образом, для таких переводов, которые мы делаем сейчас. Что это означает для переводчиков? Это самая моя любимая часть. Возможно, когда мы это все внедрим, то вы получите больше свободы. Возможно, вы сможете выбрать не отдавать свои данные вендорам. Возможно, вы будете меньше денег зарабатывать с вендором, но все равно вы сможете хранить данные, вы можете отправить их кому-то, кто даст нам больше денег. Возможно, вы настроите какой-то движок под собственный стиль, вы будете покупать, возможно, данные других переводчиков, потому что вам захочется получать больше стопроцентных совпадений. Ну и последнее, это действительно круто, то, что разрабатывается сейчас, вы можете арендовать свои данные в аренду. Кто-то хочет, допустим, использовать движок машинного перевода, но у них нет достаточно данных для обучения, вы можете отправить, ну и зашифровать, соответственно, для движка это все сработает, но клиент реальных слов не будет видеть. Ваши данные останутся персональными, но все-таки сдать в аренду эти свои переводы, которые вы можете использовать для тренировки различных движков. И это можно сделать несколько раз для разных людей. Что это означает для контента? Что меня сейчас немного раздражает, это то, что сейчас переводится очень много бесполезного контента. Я говорю бесполезно, потому что это бесполезно для меня. Поэтому, когда огромные корпорации, нужно перевести какое-то пособие или веб-сайт на 20 языков, они дают вам кучу денег, потому что это то, что они делают, они же корпорации. Их веб-сайт, скорее всего, даже мало будет кто посещать, потому что это формальность. Всем все равно, что там написано на том веб-сайте. И это означает, что очень много бесполезных данных финансируются и отдаются в перевод. Но, допустим, есть полезные вещи, статьи в Википедии, онлайн-курсы, они не переводятся, потому что это открытые источники. И поэтому обычно это переводят волонтеры или вообще не переводятся эти материалы. Очень многие эти материалы вообще недоступны ни на одном языке, кроме английского. И поэтому я надеюсь, что, возможно, когда у нас уже будет эта система обмена данными, возможно, спрос будет руководить тем, что переводится, именно такой спрос вместо клиентов будет диктовать условия. Например, кто-то захочет сделать машинный перевод каких-то онлайн-курсов, и у них нет данных для того, чтобы обучить свой движок. Но вы, как переводчик, в какой-то момент перевели онлайн-курс просто для себя, за бесплатный. У вас есть и данные, вы их теперь можете продать, вы можете даже заработать на этом деньги. Чтобы человек, который хочет переводить онлайн-курсы, получил бы лучший результат машинного перевода и сэкономил бы деньги, практически ничего бы не заплатил за нужный перевод. И закончить я хочу в этот момент еще о чем я думаю. Я думаю, что сейчас перевод – это бизнес, сосредоточенный на клиенте, потому что у клиента есть деньги. И как миллениал, когда я это слышу, я представляю вот что. Время, когда мы думали, что Земля была в центре Вселенной, и все вокруг нее вращалось, это для меня все-таки устаревшая идея. Я думаю, что мы должны работать для того, чтобы переопределить цель нашего бизнеса. Мы должны придумать такую систему, где у нас много клиентов, но нам не нужно, чтобы клиентов было много денег. Нам нужно переводить хорошо и переводить много, чтобы зарабатывать деньги. И, соответственно, может быть, нужно придумать такую систему, где мы должны переводить столько, как можно больше, чтобы больше зарабатывать. Возможно, нам стоит подумать, вот как хорошо. Не будем создавать алгоритмы, которые будут заменять переводчиков. Но мы приходим в такую систему, где нужно переводить как можно больше контента, на как можно большее количество языков. Не нужно, чтобы это все было централизовано и базировалось на английском языке. И, возможно, это как-то повысит стоимость всего рынка и его ценность. Это от меня все. Я думаю, что, пожалуй, хватит с самошедшим идеям на сегодня. Мне хотелось бы узнать, что вы думаете про это все. Если вы разработчик, возможно, вам интересна часть дата-сайенсов. Если вы переводчик, возможно, вы надеетесь, что будущее вашей профессии будет все-таки позитивной. А, возможно, вас эта презентация разозлила и заставила скептически к этому отнестись, вы можете отправить мне имейл на оксанасобачка.метомова.ком. Вы можете просто еще зайти на сайт metomowa.ком и узнать больше о нас. Спасибо. Есть ли вопросы? Вообще, у нас есть время на вопросы? На самом деле, это была презентация, которая заставила задуматься. Да, такое было намерение. А вопрос у меня такой. Я работаю с результатами нейронно-машинного перевода. Вижу, что очень хорошо идет постредактирование именно в языковой паре английский-украинский. Это, конечно, значительное улучшение по сравнению с статистическим машинным переводом. Что я хочу спросить? Как только мы выходим за пределы темы, которые касаются набора данных, которые использовались для обучения нейронной сети, результаты, качество результатов, к сожалению, падает, потому что, допустим, стиль может быть другой, терминология другой. Вы говорили о том, как можно смешивать наборы данных. Как мы можем это сделать? Как, насколько нам нужно тонко настраивать этот модуль? Потому что, если мы настраиваем слишком много, то в итоге у нас будет тот же самый маленький набор данных, который, скорее всего, просто не пригодится для реального обучения машины. А что вы имеете в виду? На самом деле, если мы, если наша база данных, которую мы обучаем, она разделена на поля, на отрасли, на системе технической отрасли и так далее, мы можем добавить это тоже в нашу нейронную сеть. Мы даже можем сказать, что, смотрите, это будет технический текст, мы сосредоточимся на этом, либо, возможно, мы добавляем... На самом деле, я не знаю, мы еще этого не делали. Google обучается на общих текстах, это лучший машинный перевод, который у нас есть. Нельзя взять все отрасли и научить одну огромную нейронную сеть. Возможно, получится, что она сможет распознать технический и даст вам хороший результат. Я не думаю, что конкретно в этом состоит проблема. Даже в рамках технической отрасли есть очень много тем. Мой опыт, на самом деле, из Майкрософта, потому что я для Майкрософта перевожу. И даже среди их продуктов была целевая разница. И как только мы используем движок, который тренировался на одном продукте и переносим на другой продукт, то после редактуры как можно становится намного больше. То есть, да, вы можете перенастроить движок для этой конкретной цели. И он будет знать, что да, я должен использовать эти слова. И это уменьшает наш набор данных? Нет. Мы берем уже обученный движок, который уже обучен на огромном наборе данных. И мы только добавляем меньший набор данных в самом конце. То есть, у нас уже есть вся эта информация о языке в целом. Мы только просто показываем меньший набор данных и движку. Больший набор данных все равно сохранится. Вы только покажете, что мне нужен результат, который более подобен конкретно этому, к этой памяти переводов. Хорошо. Ну, значит, надо будет посмотреть. Да, стоит. Вот вы только что говорили. Это, в принципе, то, как мы работаем. У нас есть собственные движки машинного перевода. Это все работает точно так же. Различные языковые компании вызывают различные движки. У них есть основные, есть второстепенные. Это к тому вопросу, который уже задавался. Соответственно, у них есть собственные движки машинного перевода, которые обучены, а затем выбирают конкретный отрасль, который содержит определенные такие отрасли, как, например, маркетинг или другие темы. То есть, именно так мы тоже работаем. И то, что вы говорите, конечно же, сработает. Короткий вопрос. Если мы решаем продать, если есть рынок на память перевода, будет ли какая-то служба обеспечения качества, чтобы убедиться, что там нет каких-то некачественных частей в этом огромном наборе? Ну, конечно же, нужно заработать репутацию. То есть, если кто-то купил ваши данные и подтвердил, что они хорошего качества, то ваш профиль становится лучше. Далее. Переводческий консенсус. Я над этим работаю сейчас. Скорее всего, я это представлю на каком-то другом мероприятии, потому что это пока не готово. Но да, у нас могут несколько людей сказать, что да, это хороший перевод, хорошего качества и поручиться. Тоже хочу кое-что добавить. Несколько лет назад я видел компанию TMXO. Она в Китае. Они построили модель как ту, о которой вы сейчас говорите. У них тоже есть рынок памяти перевода, продают их переводчикам. И мы с коллегой как раз-то все посещали, потому что они использовали API. И вопрос был тоже, как с этим работать. И, соответственно, они смогли все проверить. Но сейчас, когда я возвращаюсь к этому вопросу, то проблема в том, что некоторые переводчики просто брали себе машинный перевод от Гугла и ничего за него не платили, и пытались его продать, как память перевода. Да, я уже многие годы об этом думаю. Я тоже думала об этой проблеме. И, как я уже говорила, есть определенные способы, чтобы обеспечить качество. Я, конечно, не буду сейчас это долго рассказывать. Нужно будет два часа на это, наверное. Ну да, необходимо достичь консенсуса и выбрать случайных людей, чтобы спросить, хороший ли это перевод, работать над репутацией. Но если вы хотите работать на основе репутации, то все равно будет централизованная платформа. Я думаю, это тоже хорошо. Но есть еще одна позитивная вещь тоже, конечно. Нет, на самом деле мне понравилась презентация, очень хорошая. Есть компания сейчас, которая использует блокчейн, для того, чтобы решить ту проблему, о которой вы говорите. Идея в том, что переводчики могут брать на себя работу через блокчейн, становятся утвержденным переводчиком, и все, что они переводят, если компания соглашается, что можно улучшить, к примеру, редактированную версию через блокчейн, тоже может это потом, этот утвержденный перевод подать для использования в постоянном обучении движка машинного перевода. Но они, да, делают это все через блокчейн. И они пытаются построить целую экосистему. И они собираются также выйти на ICO в следующем месяце. Я не верю в ICO, не доверяем, но это, я думаю, что пока это слишком рано, но да. И основной компонент это блокчейн, но я больше уже не говорю о блокчейне, потому что я хочу, чтобы меня еще уважали. Я сама в блокчейне давно работаю, и да, действительно, если вы хотите, чтобы что-то было распределено, децентрализованно, если мы говорим о рынке, ему нужен блокчейн, и нужен определенный способ для того, чтобы это как-то регулировать. Если сначала идет консенсус переводчика, а потом блокчейн, тогда это сработает, если мы хотим как-то объективно гарантировать качество. Есть ли еще вопросы? Да, конечно, есть вопрос. У меня вопрос такой. Насколько я понял, что ключевая задача это увеличить количество данных для того, чтобы улучшать тренировку машинодвижков, но вряд ли же там зависимость линейная. То есть, условно, если там зарядить миллион сегментов и там 10 миллионов, то на 10 миллионов вряд ли будет в 10 раз лучше. То есть, наверняка, скажем, какой-то такой график. Есть какое-то, условно, минимальное необходимое количество сегментов, которое нужно для того, чтобы обеспечить хорошее качество. И его же можно каким-то образом… Например, тот же Microsoft тренирует движки от 100 тысяч сегментов. И они после этого уже для конкретного клиента могут выдавать вполне приличное качество. И 100 тысяч сегментов не выглядит, как очень много. То есть, это достаточно большой корпус, но не нужно там скидываться всем миром, чтобы собрать такой объем данных. Вот почему… Я просто не до конца понял, почему именно важно очень сильно увеличивать количество сегментов, когда мне кажется, что алгоритмы позволяют… по крайней мере визуально. Может, у меня просто не точное представление, но позволяют на не очень большом объеме данных обучать движок так, чтобы он давал достаточно хорошее качество. Я отвечу на английском. Вопрос был какой. Не нужно столько уж много данных, чтобы был хороший машинный перевод, потому что есть определенная грань, за которой уже качество не наращивается настолько быстро. На самом деле язык меняется, каждый язык меняется. Идея состоит в том, что нам нужны новые слова, нужно добавлять новые слова, новые предложения к нашему движку. То есть нам может нужно добавить не какому-то одному клиенту или отрасли один миллион сегментов. Мы просто должны убедиться, что движок обновляется согласно нашей последней версии реальности. Это одно. А второе, то, что тот же Microsoft, поскольку у них столько новых продуктов, у них очень много данных, но они не будут ими делиться. И поэтому, когда у вас есть компания, у которой, допустим, веб-сайт или приложение, и там у нее нет денег, чтобы пересняли все языки, и нужны машинный перевод в итоге. Откуда вы получаете данные? Данные, конечно, получаете за пределами этих компаний. У Google, у Microsoft. И нам нужны данные для всех отраслей, потому что у Microsoft очень много данных для технической отрасли. Есть ли у них что-то для юридической отрасли, не знаю, работает ли это. У ES очень много есть правовой информации. Это открытый источник. Но у них это только для европейских языков. А что касается редких языковых пар или малых языков, это тоже важный вопрос. Давайте закончим, потому что я уже устала. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!